Приветствую всех! В этом видеоролике я решил по просьбе подписчиков моего игрового канала снять то, каким образом я, наконец, буду делать апгрейд своего компьютера. Ну, обо всём по порядку. Начну с того, что вот этот системный блок, который сейчас вы видите, у меня с 2010 года. Вообще, первый мой компьютер появился у меня в далёком 1999-м. С тех пор менялись системные блоки. И вот этот системный блок конкретно у меня, повторяюсь, с 2010 года. С того времени много я здесь менял, улучшал, апгрейдил. В частности, была замена материнской платы, когда она у меня сгорела. Кроме этого, поменял блок питания, жёсткие диски тоже, когда выходили из строя, менял. Ну и, разумеется, конечно же, видеокарты. Приблизительно раз в 3-4 года я видеокарту менял. Материнскую плату один раз я поменял. Процессор не менялся ни разу. Процессор здесь у меня стоит с 2010 года. Он достаточно старый. Вот здесь вот он. Я его ещё не откручивал. Если я не ошибаюсь, Intel Core Quad 2800. Процессор покупался ещё тогда, когда Intel Core i3, по-моему, даже не было. Видеокарта тоже старая. Это у меня видеокарта NVIDIA GeForce 650 GTX. Частота около 1000 МГц и объём памяти 1 ГБ. Ну, тоже достаточно старенький. Так вот, решил я произвести апгрейд. И, конечно же, в первую очередь нужно здесь, в системном блоке, мне было менять процессор. Замена процессора подразумевает замену и материнской платы, и оперативной памяти. В общем, это видео я назову сборка компьютера, или как собрать компьютер своими руками. Потому что, ну, всё, что здесь сейчас есть, я буду всё вытаскивать и вставлять новые детали. Но перед тем, как это сделать, я хочу ещё рассказать о том, какие комплектующие я приобрёл. Ну, собственно, бюджет финансовый у меня был достаточно ограниченным. Поэтому, конечно, если бы были деньги, можно было бы купить более дорогостоящие комплектующие. Ну, вот на что хватило, то и купил. Давайте, ребята, начну с процессора, потому что основная суть всего, что я здесь задумал, это смена процессора. Ну, понятно, что под тот сокет, который у меня в материнской плате, новый процессор не подходил. Тут пошло всё как компонарастающий. Нужна была замена материнской платы, соответственно, нужна была оперативная память, ну и всё так далее. Единственное, что вот я видеокарту свою ставимку оставил, на новую у меня денег не хватило. Так вот, начнём с процессора. Процессор я взял от AMD Ryzen впервые за все 20 лет у меня всегда стоял процессор от Intel. Ну, вот в этот раз я взял процессор AMD Ryzen. Вот так, наверное, будет видно. Ryzen 5 2600X. Вообще, я скажу, что вот эти вот все комплектующие, которые здесь, у меня обошлись всего в 22 тысячи. Так вот, давайте поговорю о процессоре. Почему я выбрал именно такой процессор? Да, все детали я покупал в DNS. Там цены примерно такие же, как и в CityLim. Ну, не примерно, а один в один. Так вот, почему я выбрал процессор от AMD. Вообще, выбирал такой средний процессор бюджетного варианта, ну, в пределах 12 тысяч. И выбор у меня был между процессором AMD Ryzen 2600X и процессором от Intel Core i5-9400F. Я на экран выведу характеристики. Значит, количество ядер у обоих процессоров одинаковое, 6 штук. Ryzen 5 2600X выигрывает в количестве потоков. У него 12 потоков, в то время как у Core i5-9400F. 6 потоков. Вообще, я почему сравниваю эти два процессора, потому что они приблизительно одинаковые и стоят тоже приблизительно одинаково. Поддержка памяти DDR4 у обоих процессоров. Ну, единственное, что у Ryzen поддержка памяти с частотой 2933, а у Core i5-2666. Ну, вот такие вот характеристики. В первую очередь... Да, сразу скажу, почему я взял бокс. Вот, видите, что значит бокс. То есть, сюда входят ещё и кули. Сейчас скажу, почему. Так, ну, вот он сам процессор. Вот так вот выглядит процессор, я надеюсь, видно. AMD Ryzen 5 2600X. Сам процессор и сам кулер. Вообще, если брать без кулера, один вот такой вот процессор, можно было бы сэкономить приблизительно 1300, если брать один процессор. А кулер поставить старый. В принципе, у меня здесь вертушка стоит, кулер старый. Вон, видите, достаточно хороший. Ну, вот так, не знаю, будет видно, нет. Я его потом, конечно, сниму. Здесь вот это вот теплообменные трубки. Ну, достаточно большая башня. И внизу вентилятор стоит. Надеюсь, это видно. Вот. В принципе, можно было поставить и старый кулер. Ну, решил взять вот этот вот новый бокс. Так вот, почему? Из-за гарантии. Если покупать отдельно сам процессор и потом дополнительно кулер, вот на процессор гарантия один год. Если брать коробку, вот такой вот бокс вместе с кулером, дороже на 1300, но гарантия уже 3 года. То есть, я вот взял только из-за этого. Гарантия 3 года. То есть, в 2 раза больше. Ну, в 3 раза больше. Так, 1 год, а так получается 3 года. Поэтому взял бокс. Ну, кулер я здесь подозреваю достаточно простой. Он, наверное, даже вполне может быть и хуже моего. Но, там вот у меня, который сейчас стоит, ну, я не знаю. Так трудно сравнить. Вот. Вот такой вот кулер. Термопаста уже здесь нанесена. То есть, ничего, термопасту покупать не надо. Но, опять-таки, тоже вот я решил новый кулер взять. Почему? Чтобы там термопаста не менять. Ну, и... Не знаю, мне кажется, вот так вот новый кулер всё-таки будет получше. Ну, и гарантия. Согласитесь, год и 3 года разница есть. Вот такой вот здесь кулер. Вот поэтому я взял вариант бокс из-за гарантии. Так, продолжу... Продолжу говорить по поводу сравнения этих двух процессоров. Значит, Ryzen 5 2600X и Core i5-2400F. Вообще, если брать касательно игр, ну, покупал я в основном, конечно же, для игр, то результаты тестов, которые я смотрел в интернете, приблизительно одинаковые, что у Ryzen 2 2600X и у Core i5-9400F. Ну, я не буду их приводить, в интернете это можно всё посмотреть. Единственное, что если Core i5-й разогнать, то производительность будет получше, приблизительно, ну, на 10%. Ну, судя по тому, что я нашёл в интернете. Да, я взял 2600X, не просто 2600, а 2600X. Что это значит? Это значит, что процессор уже разогнут. То есть, его мне разгонять не придётся. Он уже поставляется в разогнанном варианте, и турбочасота будет достигать до 4,2 ГГц. Кстати, у Core i5-го 4,1 ГГц. Вот, и плюс ещё 12 потоков против 6. Я вообще не только играю, но и, как вы знаете, веду этот игровой канал, канал Романа, где снимаю трансляции, видеоролики, занимаюсь монтажом. Всё это мне нужно. И для работы вот с графикой, с видео, нужен, конечно, процессор многопоточный. Поэтому тот же рендеринг моих видеороликов, который сейчас, кстати, занимает одночасовое видео, у меня рендеринг создаётся в видеоредакторе 2 часа. Одночасовое видео 2 часа. Ну, вот поэтому вот этот процессор, я думаю, сейчас всё это в разы уменьшится. Поэтому в этом плане Ryzen получше, чем Core i5. То есть Core i5, ну, 6 потоков. Его, если брать, только под игры. Вот. А это такой многофункционал. Ну, и плюс сокет. Сокет здесь AM4 будет у материнской платы. Сейчас я про неё тоже расскажу. А у Intel там свой сокет. И там, по-моему, предел. Здесь всё-таки есть ещё перспектива апгрейда до Ryzen 3600. Ну, вот сейчас, в принципе, были бы деньги, купил бы 3600. Вот. Сокет тот же AM4. Так что вот это, почему я выбрал вот этот вот процессор. Так, про видеокарту рассказывать ничего не буду. Видеокарта очень старая. На новую видеокарту нужно кальчичить. Так. Ну что, давайте теперь перейдём к материнской плате. Собственно, как вы понимаете, новый процессор на старую материнку, которая ещё под Intel, не подходила. Сокет другой. Поэтому нужно было убрать новую материнку. Вот материнская плата. Вот такая вот. Купил её за 4. Ну, да, около 4000 она стоит. Вообще, выбирал очень просто. С материнской платой не заморачивался. Ну, вот она сама плата. Здесь два SATA кабеля. Ну, хотя они мне не нужны. У меня там они есть. Вот. И вот здесь инструкция. Диск с драйверами. Ну, всё стандартно. Кстати, инструкции все подробные, так что разберётся любой. Даже кто никогда не устанавливал специятельно материнские платы. Так вот, выбирал я очень просто материнскую плату. Материнскую плату. Сокет АМ4. Самая дешёвая. С четырьмя разъёмами для оперативной памяти. Это, к слову сказать, плата под мини-ATS. Ну, корпус под мини-ATX, как она называется сейчас. Точно не вспомню. Ну, да, по-моему, мини-ATX. У меня корпус MIDI Tower, то есть большой. А это вот под маленький корпус. Корпус, кстати, я покупать новый не стал, но опять-таки лишние деньги. Я думаю, эта плата у меня туда влезет. Ну, она влезет-то влезет, там ещё место останется. Ну, как-нибудь я её там размещу. Давайте теперь поговорим про эту плату. Ну, вот так вот, надеюсь, всё видно. Значит, ещё раз выбирал сокет АМ4 под новый процессор. Самая дешёвая и четыре слота под память. Память здесь, кстати, ну, вот, видно DDR4 память здесь. Частота максимум 3200 здесь. Собственно, и оперативную память я тоже купил с частотой 3200. Вот, четыре слота. Почему взял четыре слота, а не два? Если бы я взял такую же плату с двумя слотами под оперативку, можно было бы сэкономить тысячу и даже 1500 рублей. Но из-за чего я взял, потому что сразу брать планки с большим объёмом оперативной памяти у меня денег нет. Поэтому я пока взял планку, ну, сразу скажу. Оперативная память это на 8 гигабайт. Оперативная память от Kingston. Вот. Частота здесь у неё 3200. Плата, кстати, вот эта оперативная обошлась мне в 3, по-моему, да. Ну, что-то около 3000. 3000 вот. Если бы я, конечно, сразу взял 16-16 гигабайт, то, наверное, хватило бы здесь и два слота мне. Такую материнку. Ну, опять-таки, в финансах стеснён, поэтому взял так вот, чтобы здесь было 4 слота. Сейчас поставлю восьмёрку, потом деньги появятся, поставлю ещё одну восьмёрку, ну, вот в два слота, то есть, чтобы два канала работало. Уже будет 16. Вообще сейчас, ну, такая, для игр средняя цифра 16 гигабайт оперативки вполне достаточно, я думаю. Вообще, когда я покупал вот этот компьютер, я тогда даже представить не мог, у меня тогда был здесь 1 гигабайт оперативки, я тогда даже представить не мог, что будут времена, когда и 16 гигабайт оперативной памяти будет мало. Ну, сейчас даже некоторые считают, что и 32 норма, и 64. Вот. Поэтому я так вот наперёд взял, на будущее. Сейчас поставлю сюда, потом через пару месяцев сюда, будет 16 гигабайт, ну, и у меня ещё два слота будут свободны, ну, на будущее. Так, разъём рассказал. Здесь вот SATA разъёмы, раз, два, три, четыре. Здесь вот разъём под SATA.M2, накопитель, твердотельник. Две, два разъёма PCI-Express, это 16-ая, это 4-ая. Вот. За звук здесь отвечает восьмиканальный Realtek. Так, что ещё? Ну, вот разъёмы. Значит, три разъёма. 7.1 здесь, как я сказал, восьмиканальный. Ну, это вот LAN, сеть, USB порты, HDMI, ну, и выход на видео. Хотя, я не знаю, без видеокарты будет ли тут работать видео, вообще запустится или нет. Ну, я не заморачивался, у меня видеокарта есть. Вот. Так, это у нас под клавиатуру разъём. Ну, что ещё сказать, всё? Вроде бы тут больше говорить нечего. Да, сразу скажу, что вот эта вот материнская плата, BIOS уже здесь обновлён, перепрошит, под процессор 2600X. Я спросил в магазине, можно ли на эту материнскую плату будет устанавливать процессор от Ryzen 3600X. Ну, и так, для будущего. Сказали, да. Единственное, что нужно будет обновить BIOS. Если обновить BIOS, под эту материнскую плату можно будет поставить и Ryzen 3600. Ну, вот по материнской плате всё. Ещё раз покажу её название, если кому интересно. Вот так вот она называется. Стоит 4000. Вот. И что ещё? И да, ещё у меня оставались деньги. Ну, там был выбор у меня. Либо купить ещё одну вот такую оперативную память. Но я выбрал другой вариант. Я выбрал, пока вот у меня пусть будет 8 гигабайт. Я решил всё-таки купить ещё твердотельный накопитель. У меня твердотельника нет. У меня всё стоит на жёстких дисках. У меня здесь три. Так, ну вот раз, два. И ещё третий. Вот тут жёсткий диск. Третий я не подключаю, но у меня архивный. Два жёстких диска работают. И операционная система стояла на них. Я решил перейти на SATA. Ну, не на SATA, а на SSD. Диск. На твердотельный накопитель. Высокоскоростной. Чтобы у меня операционка грузилась быстрее. Ну и, собственно, рендеринг видео. Я туда все рабочие программы решил поставить. Поэтому взял вот накопитель SSD. Сейчас объясню, почему выбор пал на вариант. вот такую маленькую микросхемку M.2. То есть, как вы знаете, есть твердотельники. Ну, не плата, а такая, как бы, такая чёрная коробочка, как они называются. Ну, просто под SATA разъёмы, SSD диски. Вот. А я взял под M.2. То есть, я его буду устанавливать вот сюда, вот в этот разъём. Не подключать через SATA, а вот сюда вот я его воткну. Вот эту вот микросхемку. Значит, это... Объём взял... По-моему, сейчас посмотрю. Должно быть... 250 гигабайт, ребята, взял объём. В принципе, хватило бы и 120. Ну, тоже по деньгам смотрел. Вот. Чтобы сильно не напрягаться. Обошёлся мне этот SSD диск. Сейчас скажу, во сколько. Твердотельный накопитель. 3000. Это уже он мне стоил. Ну, так же, как оперативный. Что оперативный, что это 3000. Так вот, почему взял такой вот твердотельник под M.2 плату. Во-первых, он новее. Ну, год выпуска. Новый. И, во-вторых, скорость. Вот у этого твердотельника от HP скорость на чтение 2000 мегабайт в секунду. Скорость на запись 1000 мегабайт в секунду. Я скажу, что вот по такой цене 3000 рублей, если брать накопитель от не M.2, а SATA, под разъём SATA, то там скорости в разы меньше. В 2, а то и в 3 раза. То есть я так сравнивал, смотрел, скорость там, ну, так вот где-то на чтение 800, на запись 300-400 мегабайт в секунду. Ну, то есть в 2, в 3 раза меньше. Поэтому я решил взять вот такой вот высокоскоростной, чтобы всё у меня работало быстро. Так, ну вот. Об этом я всё рассказал. О тех комплектующих, которые у меня есть. блок питания не меняю. Стоит, кстати, этот блок питания, ну, ему точно больше 6 лет, он на 550 Вт. Тот блок питания оставляю его старым. Свои жёсткие диски, которые я тут тоже всё оставляю старым. DVD-привод тоже остаётся старым. Ну, всё. Сейчас, значит, всё оттуда вытаскиваю, всё вынимаю и буду монтировать вот это всё дело. Ну, как монтирую, думаю, снимать не буду. Всё понятно. То есть видеокарта у меня вот сюда вот встанет, в PCI-Express. Оперативную память, ну, вот, можно прямо сейчас воткнуть. Поставлю её вот во второй слот. Вот эти разъёмы отщёлкиваются. Ну, надо с первого процессора вообще-то устанавливать по-хорошему. Потом уже всем этим заниматься. Так, ну вот. Встаёт, не встаёт. Вроде встала. Да. Защёлкнулось. Вот. Сейчас сюда поставлю процессор. Ну, тут тоже всё предельно просто. Вот такая вот тут штучка. Отщёлкивается, сюда процессор вставляется. Ну, давайте мы, например, сейчас видео, чтобы не затягивать, я не буду весь этот процесс снимать на камеру, как это всё я осуществляю. Ну, вот установка процессора, конечно, нужно по-внимателям. Тут вот этих вот штырьков очень много, чтобы он так грамотно у меня встал. Мне так на весу не очень удобно снимать. Ещё его правильно разместить. Так, вот вроде бы встал. Ну, и потом я эту штучку защёлкиваю. На весу неудобно снимать, ребят. Всё. Вот эта штучка защёлкивается. Ну, да. Процессор стоит. Так, ну, потом сюда кулер. Ну, мне надо сперва материнку туда установить. Пока прерываюсь, сейчас всё оттуда вытаскиваю, кстати, сразу скажу, что рекомендую хотя бы раз в полгода свой системный блок вскрывать и убирать оттуда пыль. Тряпка, конечно, мокрая. Не надо всё тут все платы проходить, но вот где можно вот всё протереть и пыль оттуда выдуть пылесосом, потому что одна материнская плата у меня года, наверное, четыре или пять назад сгорела из-за пыли. То есть раз в полгода открывайте и всё это дело продувайте, продвину пылесосьте. Вот, сейчас всё это вытащу, там делаю порядок, пропылесочу всё, ну и буду устанавливать вот это всё новое. Потом продолжу. Так, ну вот, я открутил свою старую плату, вытащил её в свой старый кулер. кулер, ну, я не знаю, может быть, можно было и этот кулер поставить. Но, опять-таки, повторюсь, там всё-таки три года гарантии вместо одного. Так, плата у меня сюда подходит, тут есть вот такие вот в корпусе штырьки, ну вот, в миди-тауэр, ну и в мини-тауэре они тоже есть, просто здесь миди-тауэр у меня под разные платы. Я свою плату вот подогнал, вот эти штырьки все маленькие переставил. Дальше вниз кладётся вот такая вот обложка, на неё будет устанавливаться башня, ну сам кулер, вот здесь вот он так входит. Вот, вот сюда вот кладётся. Потом ставится сама плата. вот на эти вот штырьки надо попасть. В общем, геморно это всё, ребятки, особенно с непривычки. Так, ну вот, вот так вот она сажается. Всё, и потом вот этими болтиками по периметру всё это будет прикручено. Вот. А потом уже сама башня одевается. Так, вот так вот она одевается. Термопаста уже тут нанесена. Вот такие вот эти не саморезы, шурупы. Вот так вот одевается, чук-чук-чук прикручивается. Ну и подключение идёт стандартным. Вот это вот у нас вот сюда вот подключается. Вот. Ну, потом подключу. Сейчас, чтобы мне не затягивать. Этот блок питания старый. Тут у меня, кстати, есть разъём вот такой вот, 4-х пиновый. А на плате у меня, кстати, 8-ми пиновый разъём. Ну, я не знаю, подойдёт, не подойдёт. Я надеюсь, будет крутиться. Но тут вот у меня ещё есть 6-ти пиновый. Главное, чтобы напряжение совпало. 12 Ватт, и тут у меня тоже 12 Ватт. Ну, посмотрим. Как бы блок питания это у меня старенький. Ну, вот этот вот, наверное, я подключу. Вот этот разъём 6-ти пиновый. Ну, с первого надо плату подкрутить. Вот. Вот эту вот маленькую SSD уже поставил. Оператива уже стоит. Сейчас прикручу плату. Ну, а дальше уже буду подключать провода. Так, ну вот, после 30 минут мучений всё собрал, всё вроде бы как установил. Хотя тут много вопросов у меня, потому что плата-то материнская у меня была старая. Ей, наверное, уже ну, что-то 6-7 лет. И разъёмы тут уже другие. Вот она у меня старая, плата. Планки памяти, кстати, вот до сих пор стоят по одному гигабайту. Ну, это даже, по-моему, а, это DDR2 здесь. Ну, вон, снял я её. Здесь больше, конечно, разъёмов. Сейчас буду пытаться запустить. У меня вот тут вопрос, конечно, вот по питанию самого блока питания. Как бы, разъём тут 8-пиновый я воткнул 4-пиновый. не знаю, должен запуститься. Пришлось вскрывать переднюю панель ещё. Один вентилятор, провод у меня не хватал. Пришлось его немножко переставить. Всё, вроде бы, собрал. Единственное, что меня расстроило, это DVD-ROOM у меня стоит. В принципе, сейчас устанавливать новую операционную систему планирую, но DVD-ROOM подключить не удалось, потому что он у меня подключается вот по такому вот шлейфу. В старой материнской платы такие разъёмы есть, а в новой материнской плате такого разъёма нет. Поэтому мне его просто вот этот вот шлейф некуда втыкать. Поэтому остался я без DVD-ROOM. Я не знаю, может быть, есть, конечно, переходники, чтобы как-то подключать, потому что всё равно ведь DVD-ROOM как-то сейчас подключаются. Ну, наверное, разъёмы другие. Посмотрим, если не найду переходников, ну, наверное, тогда какой-нибудь новый DVD-ROOM посмотрю, чтобы на эту материнскую плату он каким-то образом подключался. Вот. Так вот, всё вроде бы соединил. С этими мелкими проводами тоже пришлось повозиться. Я не знаю, правильно или неправильно. Сейчас буду включать, смотреть, как это всё будет работать. Вот. и буду устанавливать операционную систему. Я заблаговременно на диск и на флешку записал. Дистрибутив из интернета взял Windows 10. Попробую с флешки установить. Вот. И также попробую загрузить старую систему на жёстком диске Windows 7 у меня стоит. Я предварительно отредактировал реестр, потому что если заменить материнскую плату и пытаться запуститься, то ничего не получится, будет выдавать синий экран, потому что там в реестре прописано в операционной системе все драйвера под материнскую плату, под процессор и так далее. Просто не запустится. Вот. Поэтому перед тем, как выключать компьютер, я отредактировал реестр. Ссылку, кстати, к этому видео я оставлю. Человек очень грамотно снял, что именно нужно делать в реестре, какие значения менять, чтобы потом после замены материнской платы процессора старая система запустилась на старом жестком диске. Все. Сейчас закрываю корпус, подключаю свою аудиосистему, там, бесперебойник, монитор, все это подключаю и будем пытаться запустить мою новую систему. Вот, приобрел такой вот коннектор в магазине, это переходник с интерфейса ID и на интерфейс SATA. Двухсторонний такой переходник, но предназначен для того, чтобы к новым материнской плате, например, через SATA разъем подключить старые устройства, вот такие, как мой DVD-привод, ну или например, жесткие диски некоторые тоже сейчас возникают у некоторых проблемы, старые жесткие диски, которые до сих пор работают, никак не могут подключить к новой плате, вот такие вот переходники покупают. Здесь вот провод, это питание, значит, разъем, ну как это вот SATA кабель. Питание как floppy диск, дисководы раньше были, вот у меня там внизу стоит, вот такое вот здесь питание. Сейчас вот этот вот переходник подключаю вот сюда вот к приводу, также вот и подключать старые диски, если у кого-то остались, вот, сейчас нужно сюда его наткнуть, значит, ну у меня здесь есть питание, это floppy дисковод старый, ну дискеты раньше, лет 15-20 назад были, у меня до сих пор в этом системном блоке есть такой вот дисковод, где дискет питание вот от него уже, от этого floppy дисковода. Сейчас дискеты уже не пользуются, но у меня в системе он стоит. Так, вот все я подключил, питание, SATA разъем, в ближайший слот для питания. Ну и по идее сейчас у меня должно все заработать. Включаю компьютер, система должна увидеть у меня мой DVD-привод. Но проблема, как вы видите, у меня не запускается, не то что операционная система, я даже не могу зайти в BIOS. Вот так вот. Пробовал, кстати, по-разному подключать, и на DVD-приводе пробовал эти коннекторы, тоже меня, но ничего не помогло, не заработало. Ну, к сожалению, а может и к лучшему, плата у меня это не заработало, даже не запускается операционная система, я предварительно читал отзывы о таких микросхемах в переходниках ID-разъем в SATA, и больше половины отзывов, конечно, там было отрицательных, пишут, что большое количество брака. Ну, вот я надеялся, что я не попаду в число таких людей, тем не менее, видимо, мне попался брак. В общем, отвез я эту плату в магазин, не стал я менять ее на такую же, чтобы снова не мучиться и не кататься опять в этот магазин. Добавил 700 рублей и купил себе новый DVD-привод вот от ASUS с интерфейсом разъема SATA. Подключил его. Ну, и давайте теперь продемонстрирую, с какой скоростью у меня запускается сейчас операционная система Windows, которую я поставил на новый диск SSD. скажу, что раньше у меня загрузка операционной системы занимала, например, секунд 40. Сейчас время, конечно, сократилось в разы. И отмечу, что перед тем, как ставить новые комплектующие в свой компьютер, в свой системный блок, я из интернета скачал дистрибутив Windows 10. стоит у меня. Вот видите, уже загрузилось. Windows 10 с помощью специальных программ записал установщик на диск и на флешку. Но, как предчувствовал, что с диском, с приводом DVD будут проблемы, в общем, устанавливал Windows я с флешки. И замечу, что недостаточно просто закинуть дистрибутив на диск или на флешку, а нужно создать загрузочный диск или загрузочную флешку. Для этого тоже есть специальные программы, которые можно скачать из интернета. Для USB я использовал, если правильно помню, программу Rufus. Она создает загрузочный USB диск, причем там удобно, можно даже менять файловую систему. Ну, понятно, что файловую систему я поставил NTFS. И загрузился с USB носителя, установил Windows 10. Под конец этого видеоролика еще несколько слов о материнской плате. Возникли небольшие проблемы у меня из-за того, что у меня стоит аудиосистема 5.1. Сзади на плате всего лишь 3 аудио выхода на задней панели. я имею ввиду на старой материнской плате у меня было значительно больше, 5 или даже 6. И таким образом вот этот вот красный вход на задней панели, который для микрофона, я был вынужден, видите, вот все 3 входа у у меня сейчас заняты аудиосистемы 5.1. Вообще написано в описании этой материнской платы, что поддерживает она 7.1. Но если, например, у меня была бы система 7.1, то есть еще 2 дополнительных динамика, то куда втыкать 4 провод непонятно, то есть 4 разъема нет, поэтому придется покупать отдельно звуковую карту в PCI-Express, чтобы использовать систему 7.1. Так вот, вот эти все 3 аудиоразъема были заняты, поэтому микрофон я был вынужден подключить в переднюю панель. Вот такой вот здесь нюанс с этой материнской платой, что на задней панели всего лишь 3 входа. Вот так вот эту проблему я решил. Скажу по поводу процессора тоже сразу температурный режим с боксовым кулером на сайте ДНС читал отзывы, что кулер нужно менять. Некоторые говорят, ну вот два дня тестов, вот сейчас такой стоковый режим, ничего особо не запущено, температура вот 40 градусов, 54 градуса, это вот с боксовым кулером, вентилятором. В играх у меня максимально поднималась температура до 75 градусов. это был максимум ну вот за два дня тестов, поэтому это вот что касается боксового кулера. И еще про материнскую плату несколько слов скажу, что тоже были некоторые проблемы с подключением передней панели системного блока. на самой материнской платье подключение лампочек, кнопки reset, включение и выключение, вот эти вот все коннекторы, они подписаны, с этим проблем не возникло. Возникли проблемы с подключением аудиоразъемов на передней панели, почему? Потому что там вот вот такой вот разметки на самой платье нет, и руководство пользователя тоже я посмотрел такое бедненькое, что вот это все информации там не было, поэтому мне пришлось залезть в интернет, найти вот эту информацию, вот эти вот разъемы и вот таким образом подключить переднюю аудиопанель на системном блоке, вот эти разъемы, видите, тут все это описано, и также USB, в материнской плате USB есть 3.0, но я подключил через 2.0 USB, тоже вот здесь вот эти вот коннекторы все описаны, какой проводок куда втыкать, это вот такой вот момент относительно материнской платы, на этом все, спасибо за внимание, надеюсь кому-то этот ролик будет полезным, на этом прощаюсь, всем удачи, всем пока.